Рак лоханки Рак лоханки Рак лоханки Рак лоханки Рак лоханки из всей выборки были мужчины, 37% составляли женщины. Индекс массы тела, средний индекс массы тела составлял 28 кг на метр квадратный, в то время как локализация опухоли также совпадает у нас с мировыми статистическими данными, и опухоль лоханки была у 100 пациентов выявлена, а рак мочеточника встречался у 53 пациентов. Что же касается медианы времени наблюдения, то время наблюдения составило 59,7 месяцев, смерть от национального заболевания регистрировалась у 36% пациентов, 5-летняя общая выживаемость составляла 57%, а 5-летняя выживаемость без прогрессирования составила 60%. Проанализировав, проведя мультивариантный анализ общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования, мы выявили следующие факторы, которые статистически значимо влияли на выживаемость пациентов. Ими оказались пол, индекс массы тела, локализация опухоли, это рак лоханки либо мочеточника, размер опухоли, клиническая ТНМ-стадия, а также наличие метастазов в лимфатических узлах. Что же касается зависимости от пола, то, как вы можете заметить по данным слайдам, как общая 5-летняя выживаемость, так и 5-летняя выживаемость без прогрессирования значимо отличалась. 70% женщин переживало 5-летний барьер, в то время как мужчины только 53% проходили данную часть. Интересные данные мы получили по индексу массы тела. Всего мы сформировали 4 группы пациентов. В первую группу пациентов вошли пациенты с нормальным индексом массы тела, которая была от 19 до 25 кг на метр квадратный. Во вторую группу были включены пациенты с избыточной массой тела, в третью группу входили пациенты с ожирением 1-й стадии, а в четвертую группу объединили ожирение 2-й и 3-й стадии. Как вы можете заметить из графиков, видно, что 5-летняя общая выживаемость, а также выживаемость без прогрессирования, была статистически значимо выше у пациентов с ожирением 1-й стадии, а также пациентов с избыточной массой тела. И разительно отличалась. То есть пациенты с ожирением первой степени, пятилетняя выживаемость составляла 70%, в то время как с ожирением второй и третьей степени и нормальным индексом массы тела составляла всего 53%. Что же касается локализации, то тут тоже все достаточно закономерно. Рак лоханки более агрессивный, чем рак мочеточника, и пятилетняя общая выживаемость и пятилетняя выживаемость без прогрессирования были значимо выше в группе поражения мочеточника, нежели лоханки. Для того, чтобы выявить размер опухоли, который значимо влиял на общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования, нами был проведен катпоинт-анализ моновариантной регрессии кокса, по которому мы разделили всех пациентов на две группы с опухолями более 6 см и менее 6 см. И здесь сильно большая разница в выживаемости данных пациентов. То есть пятилетняя общая выживаемость пациентов с опухолью менее 6 см составляет в районе 70%, в то время как опухоль более 6 см всего 37%. По клинической стадии тут все в принципе закономерно. Пациенты с клинической Т1 стадии гораздо лучше и дольше проживают жизнь, нежели пациенты в четвертой стадии. Что касается поражения лимфатических узлов, то при отсутствии поражения лимфатических узлов после лимфодисекции пятилетняя общая выживаемость составляла 73%. При наличии одиночных метастазов менее 2 см, одного метастаза менее 2 см, выживаемость уже падала до 30%. И при наличии Н2 выживаемость пятилетняя составляла всего 5%. Если подытожить все вышесказанные нами данные, то мы можем говорить о том, что есть неблагоприятные факторы прогноза, которые будут ассоциированы с более агрессивным течением заболевания, что требует от нас, как от клинических специалистов, более внимательного отношения к определенным группам пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо.